Каждый месяц одинаковой суммы не будет. Она будет меняться от вашей оплаты, от ваших потреблений. Вот, например, в одном месяце вы 4 куба потратили, в другом вы 3. И вот так будет платиться. В зависимости от того, сколько из расходов. Работники Управления соцподдержки терпеливо объясняют, как теперь будет выплачиваться компенсация за коммунальные услуги. Изменения вступили в силу с этого года. Вместо единовременной выплаты, которая назначалась по нормативу, возмещать затраты будут согласно тому, сколько света, воды и газа израсходовано по факту. Размер компенсации и на какие виды услуг она распространяется, зависит от категории, к которой относится льготник. Татьяна Александровна Нурдыгина, житель блокадного Ленинграда. Ей было 2 года, когда началась война. Инвалид второй группы Татьяна Александровна раньше получала компенсацию 2000 рублей. Теперь сумма изменилась. У меня увеличилась компенсация на 1000 рублей. Я советую получать больше. Конечно, я больше довольна. Я считаю, что все сделано правильно. И даже благодарна. Всего в регионе более полумиллиона льготников. Большинству из них компенсацию уже начислили. Тем, кто еще не получил выплату, ожидать ее стоит в середине апреля. Возмещать расходы на коммунальные услуги не будут лишь тем, у кого есть долги. Но и здесь все индивидуально. Если льготник полностью оплатил квитанции за свет, но задолжал за воду и газ, по первому пункту затраты компенсируют, по остальным нет. Также при расчете учитывается жилплощадь. Если она меньше 33 квадратных метров, компенсацию начисляют по факту. Если больше, по нормативу. Чтобы не лишиться выплат, льготников предупреждают. При переезде в течение 10 дней обязательно нужно уведомить управление соцподдержки о новом месте жительства. Забывают люди, не обращают, не уделяют этому должного внимания. В результате те сведения, которые есть у нас, они не совпадают с теми данными, которые есть, например, у поставщиков жилищных, коммунальных услуг, федеральной адресной информационной системы и так далее. Если, по сути, 12 782 человека, мы должны все-таки уточнить, где этот человек живет. Потому что по нашим базам данных у нас есть такой льготополучатель. Это не умершие люди. То есть это значит, что они просто переехали. Рассчитать самостоятельно, какой теперь должна быть компенсация, в каждом конкретном случае сложно. Мало знать тарифы ЖКХ и нормативы. При расчетах учитываются в том числе тип благоустройства, населенный пункт, количество этажей в доме. Вариаций более 2000 единой формулы нет. Исчерпывающую информацию можно получить в Управлении соцзащиты по месту жительства. Теперь здесь принимают граждан еще и по пятницам.